Здравствуйте! В эфире Банкир ТВ. Сегодня в программе. Лишние управленческие звенья тормозят работу банка. Прогноз валютного рынка на предстоящую неделю. Население России не закредитовано до критичного уровня. Государство поддержит только крупные банки. Банкир.ру проводит онлайн конференцию, посвященную банковской рознице. А теперь подробнее об этих и других темах. В канун нового 2015 года президент Ассоциации российских банков Гаригин Тасунян и главный редактор агентства банкир.ру Ян Арт обсудили проблемы финансовых потрясений последнего месяца на российском рынке. Итак, Григорий Нашович, последние дни ознаменовались паникой населения или тем, что называют паникой населения, связанной с обесцениванием рубля, с курсом доллара. Люди бросились снимать вклады, люди бросились за порой очень безумными покупками. И вот, наконец, скорость девальвации резко уменьшилась, рубль даже почему-то начал укрепляться. Как Вы оцениваете эту реакцию, к чему она может привести, и что бы Вы сегодня посоветовали российским не только вкладчикам, но вообще держателям денег? Ян, но согласитесь, что ситуация действительно короткое время длилась. То есть люди вот такое неадекватное поведение не очень долго реализовывали. Они довольно быстро поняли, что в панике, в ажиотаже никогда ничего не выиграешь, а только потеряешь. Потому что я представляю, и Вы со мной согласитесь, что те, кто покупали в Пеке доллары, сейчас, наверное, на себе кусают локти, ибо очевидно, что это было явное зашкаливание, и что статный инстинкт не самый лучший ориентир при поведении на валютном рынке. Тем не менее, люди, да, конечно, тем не менее, люди обращались, в том числе у меня и у Вас наверняка просто знакомые люди, далеко не глупые люди, с совершенно безумными вопросами, например. И то же самое, вот я отвечал. И страшилками. И страшилками, что будет 100, что будет 200, и что Ваш прогноз о том, что рубль слегка укрепится неверен и так далее. И, по сути, мы видим впервые, наверное, в 2008 такого не было, никогда такого не было. Мы видим впервые, что вот то доверие к банковской системе, которое, в принципе, в России в последние 10 лет сформировалось, благодаря системе страхования, благодаря усилиям банков, усилиям банковских лоббистов, вот это доверие, а оно оказалось куда больше подорвано именно в этот кризис. Пошатнулось, пошатнулось. Причем именно не потому, что не доверять самим банкам, а перестали доверять деньгам. Да, но дело в том, что, во-первых, так скажем, все равно эта ситуация кардинально отличается от ситуации 1998 года, когда государство было в дефолте. Все-таки у нас государство не в дефолте. И как бы ни старались наши доброжелатели и оппоненты, при всем при том, что и мы, да, уже сама политично на себя взглянуть, но надо понимать, что это определенное такое давление на нас, ну, неадекватное, да. Все-таки мы не в дефолте, и финансовая система уж тем более не в дефолте. В этом смысле, хотя я всегда оппонировал центральную банку, что так жестко повышает планку требований, там избавляться от банков путем лишения лицензии не самый лучший способ. Лучший способ – это санация. Но при всем при том, что сделано, то сделано. И то, что сделано, привело к тому, что система показывает даже в этих по совокупности стрессовых условиях достаточно устойчивость. Боюсь, конечно, не сглазить, но достаточно устойчивость. И поэтому говорить, что никогда такого не было, ну, сейчас ситуация отличается от 2008 года, когда мы довольно быстро вышли из локального кризиса, хотя кризисное состояние все время ощущаем. Ну, да, сейчас ситуация несколько по девальвации, несколько хуже, но это искусственное, внешнерукотворное и с нефтью завязанное, с макрополитикой завязанное. Я думаю, что это все-таки на короткий промежуток времени. И вот здесь меня больше беспокоит, чтобы бы все-таки людям объяснили, что потерять это можно именно на суете, на ажиотаже. Люди пытаются перевести, конвертироваться в валюту по явно завышенному стоимости, потом вытащить это из банка, спрятать это по сусекам, теряя реально те проценты. Да, на каждом этапе. Тем более, что сейчас проценты очень высокие, и сегодня еще есть сумма страхования. Согласитесь, что, наверное, вот этот период надо минимизировать, вот этот бонус и сократить. Да, это сумма. И он сегодня уже выходит на… Вы знаете, я вот говорил одну вещь, что какие бы банкиры ни были, есть банкиры разных взглядов, да, есть банкиры неумные, есть банкиры демагогии, но какие бы банкиры ни были, все банкиры России дружно повторяли в ответ на вопрос, в чем хранить деньги, что лучше всего делить на 2-3 валюты. И если бы люди следовали… Вот у меня, например, мои депозиты разделены на 3 валюты, в результате общая девальвация рубля, скорее даже удорожила их стоимостью, потому что треть примерно находится в рублях. Если бы люди следовали этим советам, которые звучали лет 5, наверное, повсеместно… Я извиняюсь, а когда наоборот ослабевает валюта, вы опять же оказываетесь компенсируете это тем, что усиливается рубль. Да, в этом случае, когда вы не пытаетесь только выигрывать, в результате получается, что компенсаторика работает. То есть оно компенсирует другое, это более разумно. Но правда, если вы работаете все-таки в рублевой зоне и кредитуетесь в рублевой зоне, потому что работать в рублевой зоне, не иметь валютных доходов, кредитоваться в валюте – это безумие. Так что в этом плане, если у вас какие-то перекосы и могут быть, то только в сторону рублей, даже в случае, если… Если они девальвируют. Если девальвируют. Да, потому что технически мы все равно работаем с рублями. А если есть излишек, я абсолютно согласен. Излишек, конечно, можно дробить, и я тоже всегда этот совет даю. Но надо понимать, что дробить – это не означает скакать, особенно в ажиотажный период. Это означает плановое действие. Появился излишек, планирую поездку в ту или другую валютную страну, я начинаю накапливать и аккумулировать, или в качестве перестраховки, хотя в качестве перестраховки лучше на металлические счета в золото переходить. Кстати, такая возможность тоже есть, многие об этом не знают. Согласитесь, это логично? Да, конечно, безусловно. Ну вот, хотелось бы вот о чем сказать. Может быть, вы тоже на своем примере. Я могу рассказать, что я сделал своими депозитами. Да. Как только началась эта ситуация, я пополнял все три депозита. И рублевый, и долларовый, и евро. И рублевый тоже, несмотря на то, что знакомые часто крутили пальцем на риск. Потому что я говорил, я живу в рублевой зоне, как бы он ни обесценивался, он мне нужен. Мне этот определенный запас рублевой всегда нужен. И второе, я не побежал за большой ставкой. Я остался в своем банке. Хотя на рынке есть ставки, намного больше, чем сейчас дает мой банк. Потому что погоня за ставкой, за такой иллюзией псевдоприбыльности, это тоже определенная суета. Иногда дороже себе, потому что если снимаешь, то теряешь те проценты, которые тебе начислялись в течение длительного времени. Плюс несколько часов на поездку. И плюс еще я, возможно, переложусь в не очень надежный банк. Потому что я все-таки всем советую. Таких мало. Мало, но я советую людям выбирать банк не по принципу самой большой ставки. А вот было ваше действие в этом плане. Вы знаете, честно говоря, я в этой ситуации вообще как личный пользователь банковских услуг вообще никаких операций не совершил. То есть, по крайней мере, в этот ажиотажный период. Мне и физически было не до этого. Ну да, я мог, конечно, с минимальными затратами временными. Но я даже не задумывался над этим по той простой причине, что я понимал, как только начинаешь. Вообще я не сторонник, когда тебя пытаются втянуть в какую-то игру. Я вот поэтому наотрез не люблю категорически казино. Я не люблю азартные игры. Потому что я понимаю, что это трата времени и очень нездоровую часть своих эмоций, свои качества начинаешь возбуждать. Поэтому в этой ситуации я не стал предпринимать никакие действия. Хотя я понимал, что если я начну играть на каких-то небольших суммах, то, наверное, могу оказаться больше выигрыша, чем выигрыша. Тем не менее, да, в предыдущие годы кредитуясь и, наоборот, размещая что-то на вкладе, в том числе для погашения, я, конечно, выбираю, оцениваю и руководствуюсь именно вот этим принципом. Кредитуясь и кредитуясь в рублях, потому что валютных доходов непонятно откуда брать. В этом плане я думаю, что нам очень важно вот эту идею донести до людей, и это не лукавство, это не попытка там успокоить или там нарисовать какую-то радушную картину. Что бы ни происходило, какие бы сложности мы не переживали, все-таки рублевая страна, рублевые доходы и даже, хотя истеричные изменения ценников в магазинах происходят, но как-то маловероятно, чтобы цена хлеба в точности повторяла курс валюты, чтобы цена макарон или там той же гречки пресловутой, да, которая стала... Да, конечно, точной корреляции не будет. Ну, как-то надо, да. Ну, автомобили, кто-то на автомобилях хотел выиграть, проиграть, там белорусы приезжали или еще кто-то приезжал, но это не ориентир для игры на рынке. А вы знаете, вот я сам валютный трейдер, работаю на бирже и на рынке Форекс, и еще меня поражает в этой российской панике одна вещь. Сейчас вся группа сырьевых валют сильно девальвировалась по отношению к рублю. Вот я сам недавно проиграл несколько сделок, карту закрыл с убытком, потому что думал, что закончится девальвация в норвежской корне. В Норвегии девальвация около 25, даже 30 процентов. И там никто не паникует, там никто не бегает, там точно люди понимают, что... Кроме трейдеров. Ну, кроме трейдеров, да. А там точно люди понимают, что их валюта относится, как рубль, к группе, вот 11 стран имеют валюту, которую называют сырьевые валюты. Что сейчас просто наступил еще мировой цикл их понижения по отношению доллара в связи с нефтью. И что это, в общем, экономическая закономерность, ничего страшного. В Швеции мы видим девальвацию кроны за последний год, примерно за тот же период, порядка 20 процентов. Там тоже нет паники. Но там есть, наверное, другое. Там нет паники как со стороны граждан и потребителей, так и со стороны продавцов товаров. Да, конечно. Потому что там есть понимание того, что валютный рынок – это валютный рынок, а потребительский рынок и производственный рынок – это производственный рынок. Тем более, когда на производственном рынке не происходит таких скачков, как у нас в ставках, особенно в ставках по кредитам, в ставках по ключевым ставкам. Но это нас очень сильно пока держит в таком возбужденном состоянии, потому что мы до сих пор не решили проблему низкой стоимости денег. В Норвегии какая бы девальвация ни происходила, я думаю, что ставка по кредитам там не подскакивает до 25-30 годов. Поэтому, когда Ассоциация Российских Банков, вы знаете, вы в наших этих программах принимали участие уже сколько лет, если не сказать уже второе десятилетие, твердит о том, что нужно в денежно-кредитной политике особое внимание уделить снижению процентной ставки. Причем это не просто от двузначной перейти к однозначной, но от 10 к 8, к 7, к 6 двигаться вообще по нулям. Мы в этом направлении не движемся, но для погашения, для пожара, мы как политику мы не ставили. Мы ставили политику инфляции, а по факту развитие рынка приводило за счет конкуренции к снижению ставки. Но как политику, направленную на снижение процентной ставки, мы такую задачу не ставили. И многие действия, которые совершали, они были в противоположном направлении, но рынок при этом развивался не благодаря, а вопреки, в другом направлении. То есть то, что у нас в нулевые годы ставка спустилась до 8-7 тоже было, это не благодаря, а вопреки. Мы сжимали, постоянно пытались удержать развитие кредитного рынка, а он все-таки расширялся. Так что вот это очень серьезно. Но вот сегодняшняя ставка, она по сути запретительная. При этой ставке невозможны кредитные процессы, очень сомнительно выглядят депозитные с точки зрения экономики. Но это краткосрочная, я надеюсь. Вы думаете, что это краткосрочная? Я думаю краткосрочная, я уверен. Но моим ощущением, что рабочий уровень это не более 10-11% фарб, как оцениваете ситуацию? Для того, чтобы нормально работать, 10-11% это много, все равно много. Я считаю, что в этом случае начинаются риски невозврата, начинается, соответственно, поиск сверхдоходных бизнесов, которые всегда очень ближе они к торгово-закупочным или к экспорту. Поэтому я считаю, что инвестиционный рынок у нас больше всего страдает, а инвестиции они требуют. Конечно, вы не можете платить даже 11% инвестируясь на десятилетие. Но это нереально. И в связи с этим ваш взгляд на перспективы кредитования? Потому что если предположить, что ставка остается такой же, то, конечно, ипотека становится запредельной. Ну, конечно, ставка такой не может оставаться. И я надеюсь, что Центральный банк это прекрасно понимает. Во-вторых, как только возможность будет, а я думаю, в ближайшее время все устаканится, и такая возможность появится, начнется. Правда, снижение начнется постепенно. Как всегда у нас скачки бывают высокие, а снижение потом не таким быстрым. Но я думаю, что оно начнется. Иначе мы, конечно, можем в такую глубокую стагнацию войти и даже лицессию серьезную войти. А это не желательно. Важным таким и очень, на мой взгляд, позитивным событием, и меня лично, как обывателя, как банковского клиента, порадовало повышение строковой суммы депозитов до 1,4 млн. Во-первых, теперь нужно, если твой депозит превышает, меньше дробить. Во-вторых, это какой-то такой хороший позитивный сигнал. Ваша оценка этой темы? Хотя многие крупные банки, в общем-то, ворчали на... Не многие, ряд банков ворчали, а ряд банков даже из крупных игроков поддерживали эту идею, потому что это, безусловно, позитивное движение. Это такой факт, особенно в нынешних условиях, очень важной антикризисной меры. Хотя она планировалась еще год назад, и полтора даже, мы обсуждали. Я тоже очень этому рад. Тем более, что по цифрам могу сказать, что 2 млн. человек охватывает вот это повышение. То есть, у 2 млн. сумма больше 700 тысяч, и теперь они тоже вошли в орбиту застрахованных. И общая сумма 62% уже всех вкладов защищены системой страхования. То есть, это вот 11 трлн с лишним защищены системой страхования. Это очень прилично. Если брать по количеству счетов, то это 98% и того больше. Но главное, это очень позитивный сигнал рынку. Действительно, дробите, распределяйте. А то, что кому-то не нравится, потому что кто-то из банков считает, что если бы не было бы этой системы страхования вообще, то было бы лучше все бы к нему помыслить. Это неправильное, ошибочное представление. Потому что на самом деле не к нему бы помыслить, а больше под сукно бы. Мне тоже так кажется. И в этом плане больше средств должно быть в этот оборот, банковский оборот вовлечено. И выигрывают в том числе, которые себя слишком переоценивают. Они тоже выигрывают, потому что они в результате больше получают, чем если бы доверие было бы на более низком уровне. И сейчас это очень хороший сигнал, очень уместный сигнал, когда людям подсказывают, что перестаньте паниковать. Слушайте, у вас, во-первых, сейчас есть возможность, я вы знаете, что отрицательно отношусь к повышенной ключевой ставке, и к повышению ставок по вкладам, потому что за этим тянется повышение ставок по кредитам, за этим тянется стагнация фактически рынка. Но в данном контексте получается высокая процентная ставка по вкладам, высокая степень гарантирования, 1,4 млн по каждому банку вам гарантия 100%. Ну, сам Бог велел. Вот здесь это не казино. Здесь, когда вы имеете какие-то излишки денег принести в банк, разместить, да, банки на длительный период не дадут вам по 20%, да, они дадут от 3 до 6 месяцев. Но на 6 месяцев разместить по 20%, извините, при 100% гарантии государства, по 5 банкам даже не задумываясь, что это за банк, это уже получается, сколько, 7 млн, да? Да. В общем-таки, понятно? Вот это разумное, рациональное действие со стороны вкладчика. Совершенно неразумное, нерациональное, когда в результате статного инстинкта, инициированного, кстати, торговыми сетями в том числе, говорят, нет, 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 деньги быстро вынимайте, их нам в гости, покупайте по 5 телевизоров, покупайте холодильники, унитазы, и, соответственно, представляете, да, дома сложились там 5 унитазов, а потом что с ними делать? А те же холодильники, что с ними делать? Те же автомобили, что с ними потом делать? Они очень быстро амортизируют свою стоимость. Да, к сожалению, возникла на рынке опять попытка вынушить людям, что уход в вещи – это спасение денег, а не уничтожение денег, потому что все-таки вещи часто амортизируются, во-вторых, от дополнительной заботы, в-третьих, от действительно лишней нагрузки, в том числе на психическую систему. Человеку на самом деле не так много надо, если он уверен в будущем. Потом место надо иметь еще для такого количества... Ну, вы знаете, я вот с удивлением обнаружил, в том числе на лекциях, хотя молодежь начинает похоже понимать это, я задавался вопрос студентам и старшеклассникам на лекциях по финграмотности. Вы понимаете, чем отличается вещь от актива? И однажды меня восхитило, что стала девочка, причем десятиклассницей, и она сказала, вещь, она всегда обесценивается, а актив способен генерить деньги. И меня это восхитило, потому что, к сожалению, в целом россияне совершенно не способны понимать, что вот квартира или земля – это актив. Только актив не способен генерить деньги, а активным является то, что уже генерит деньги. Ну, собственно, да. Поэтому... Ну, я имею в виду, на бывать квартиру, можно купить с собой держать, можно отдавать. Холоденье кто-то может взять и попытаться сдать в аренду. То ли получится, то ли не получится. Условно говоря, да. Можно продолжать чужие держать, да, заплату. Но актив – это как раз, когда ты вкладываешь и реально начинаешь эти деньги, начинают работать. И, конечно, совершеннейшее безумие, когда ты от примитивного дохода уходишь, хотя бы, если уж не знаешь, во что выложиться или в какой бизнес, но, по крайней мере, тогда на депозит положи, и ты уже деньги работаешь. Ну, вот это понимание, слава Богу, видимо, видимо, вот вы согласитесь или опровергните, видимо, вот эти стрессовые ситуации, они неизбежно происходят, потому что любой человек эмоциями в какой-то части жив, но живет, но они краткосрочные. Три-пять дней, и если нет слишком таких, каких-то еще уронических. Я вам факторов давления. А очень быстро, потому что я надеюсь, что мы до Нового года рынок успокоимся. Ну, и там праздник, может быть, успокоит людей. Ну, сам праздник, там по-другому параметру успокоит. Все равно, знаете, Григорий Нашович, меня пугает вот тот настрой на вещи и тот настрой на испуг, который все-таки у людей есть. Даже вот простая логика. Вот мне знакомые звонят, говорят, вот у меня крупный рублевой депозит, он обесценится. Я говорю, да, он обесценится. Это данность. По отношению к доллару обесценится, конечно. И человек говорит, я в панике, что делать? И мы с ним начинаем говорить. Я говорю, ты знаешь, ты заметил, за тот же период температура на улице упала. И ты вынужден потратить часть своих ресурсов, например, на шапку и на пальто. И ты воспринимаешь это спокойно. Ну, вот мы живем в неких обстоятельствах, когда ты понимаешь, что ты должна это потратиться. Также мы с тобой оказались на тебя бесценен. Ну, давай переживем этот период вместе со своей страной. А представляете, если это африканец приехал, и вдруг снег... Да, и для него все. Для него флот-мажор начинает паниковать, что у него нужны деньги на шапку. А мы воспринимаем это нормально. Вот я бы призвал людей относиться примерно так же и к колебаниям валют. Ну, к сожалению, все-таки, когда с периодом в 5-6 лет происходят такие ситуации, мы понимаем, что неизбежно какая-то часть людей с одной стороны, какая-то часть инициирующих ажиотаж с другой стороны создают некую такую обстановку не очень здоровую. Но это все потом быстро заканчивается. И слава Богу! Я надеюсь, что мы можем нашим коллегам, нашим клиентам, нашим пользователям пожелать к Новому году сохранять всегда бодрость духа, оптимизм и умение считать и планировать. И я бы еще добавил отставать, уметь отставать от общей паники и не бежать туда, куда бегут на нервах и толпой. Избавиться от стадного инстинга. Успехов, удачи! Спасибо! О проблеме лишних людей в банках пишет в своей колонке, опубликованной в клубе экспертов банкир.ру финансовый обозреватель Фаина Филина. И вот как она характеризует причины появления данной проблемы. Высшее руководство пытается максимально защитить себя от большого количества сотрудников и проблем, с которыми они к ним приходят. Многим также просто лень менять схему работы, в то время как структура организации могла разрастись с течением времени и может требовать изменений для повышения эффективности. Конец цитаты. В такой команде, отмечает эксперт, практически отсутствует настоящая рыночная мотивация. И вот здесь начинается та самая имитация бурной деятельности, а также имитация заботы об эффективности, но на деле реальное ее отсутствие. Ведь недаром, как правило, горят сотрудники первые пару лет работы. Руководители тех же отделений банков уже носят тени искусственной усталости на своем лице, якобы от миллиона решенных проблем. У горящих же исполнителей через пару лет наступает усталость и осознание политики. Все равно, насколько бы ты клиентоориентированным и проактивным ни был, жди своей выслуги. Конец цитаты. Полностью колонку Фаины Филиной читайте в клубе экспертов на сайте банкир.ру По перспективам ценовой динамики евро-доллара. К началу нового года евро по-прежнему остается под давлением, торгуясь против американского доллара на минимальном уровне с июня 2010 года. Основным фактором давления для единой валюты является готовность ЕЦБ в условиях падающих темпов роста европейской экономики и угрозы дефляции предпринять дополнительные меры по стимулированию роста производства и инфляции в регионе. Еще одним фактором падения евро остается общая тенденция укрепления доллара в условиях стабильного роста американской экономики и всеобщей уверенности в том, что в 2015 году Федеральный резерв первым из крупнейших центральных банков начнет процесс повышения процентных ставок. На этом фоне повышение международным рейтинговым агентством СНП прогноза по темпам экономического роста США на 2015 год и публикация американских данных продемонстрировавших максимальный рост ВВП за последние 11 лет усилили падение евро, курс которого в итоге протестировал на снижении важнейший ключевой уровень поддержки 1,20. Первый день торговли в 2015 году также не принес единой валюте каких-либо позитивных изменений. Деловая активность производственной сферы еврозоны вновь снизилась, несмотря на то, что Германия, Испания и Нидерланды несколько улучшили свои показатели, довольно сильное давление на евро продолжает оказывать и политическая неопределенность в Греции. Перспективы возможной победы на внеочередных выборах партии, выступающие за списание греческих долгов и против евроинтеграции, усиливают нежелание игроков инвестировать в единую европейскую валюту. Таким образом, учитывая все эти факторы, можно предположить, что тенденция рост американской валюты в начале два года сохранится, а продажи евро возобновятся. Вместе с тем, как мы уже говорили, с технической точки зрения, потенциал нисходящего движения пары без некоторой коррекции курса единой валюты выглядит довольно ограниченным. Евро крайне перепродан и демонстрирует на всех основных таймфреймах бычью дивергенцию и предстоящий разворот пары на подъем. Волновая структура пары и показания технических индикаторов также сигнализируют о вероятном развороте. В этих условиях в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем завершение снижения пары в ценовой зоне 1,211970, а затем разворот и коррекционный подъем курса единой европейской валюты к целевым уровням 1,2023, 1,2074, 1,21, 1,2134, 1,2162, 1,22 и, возможно, выше в направлении значимого уровня сопротивления 1,2247. Вместе с тем, приведенный анализ движения цен по сезонам года показывает, что за 19 лет наблюдений с 1996 по 2014 год в 70% случаев январь формировал нисходящую динамику единой европейской валюты. Поэтому не исключаем в нашем прогнозе возобновление снижения пары после ее коррекции к недельному уровню разворота 1,2074. Если пробой этого уровня в верхней состоится, последует возобновление снижения пары к ключевым уровням поддержки 1,20-1,19 и ниже к минимальному уровню июня 2010 года 1,1875. Они называют нас игроками. Они говорят, что мы зависим от удачи. Они утверждают, что никто не может обыграть рынок и мы зря тратим свое время. Это не настоящая работа. Мы должны отказаться от нашего хобби, говорят они. Но если бы они только знали, что мы мастера риска, суть предпринимательского духа, ликвидность экономики. Мы всегда добиваемся своего, зарабатываем своим умом, приспосабливаемся к постоянно меняющимся джунглям финансового рынка. Мы торгуем валютой, которой вы расплачиваетесь в магазинах. Мы торгуем компаниями, в которых вы работаете каждый день. Мы торгуем золотом, которое блестит на ваших часах. В то время, как вы боитесь неудач, мы учимся на наших ошибках. Мы не боимся потерь. Мы не боимся говорить о наших потерях. Мы встаем на ноги после наших потерь. В эти моменты мы становимся сильнее. Дисциплина и самоконтроль контроль наши партнеры. Мы те, кем вы всегда хотели стать. И мы выходим из тени. Мы трейдеры. О ситуации с закредитованностью россиян в интервью банкир.ру рассказал директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. Если говорить в целом о населении России сказал он то до состояния закредитованности еще очень далеко. Хочу отметить что у нас по-прежнему несколько миллионов сограждан вообще не имеют кредитов. В России для кредитования существует огромный резерв. По таким показателям как отношение общего долга населения к ВВП страны или долга к доходам так называемый критерий DTI в России еще имеется большой резерв для развития розничного рынка кредитования по сравнению с другими европейскими странами. Конец цитаты. Именно в сегменте кредитования части населения с низким доходом есть определенное напряжение считает Алексей Волков. На мой взгляд действие Банка России по ужесточению требований к необеспеченному кредитованию было оправданным. Можно констатировать что с момента начала активных действий регулятора в этом направлении банки существенно скорректировали свою политику в области управления рисками. Конец цитаты. Новых кредитов выдается все меньше пояснил директор по маркетингу НБКИ это как раз и есть последствия действий регулятора и самих банков по переоценке того что и как они делают. В комплексе действия регулятора и банков привели к тому что качество вновь выдаваемых кредитов сегодня лучше чем тех что выдавались еще в 2013 году. Конец цитаты. Полностью интервью с Алексеем Волковым читайте на сайтах банкир.ру 123kredit.ru Об антикризисных мерах помощи государства банковскому сектору пишет в своей колонке финансовый консультант Владислав Лейпов. Автор задается вопросом насколько программа антикризисной помощи банкам окажется действенной. Это будет зависеть от того как будет развиваться ситуация в экономике полагает Владислав Лейпов если нас ждет сильное неуправляемое падение а затем длительная рецессия то никакие меры центробанка не помогут избежать множества банковских банкротств если же кризис будет развиваться по более щадящему сценарию велика вероятность что худшего удастся избежать труднее всего будет как и в прошлые кризисы малым и средним частным банком до которых и наоборот известные на рынке крупные частные банки с некачественным управлением рисками получат максимально возможную поддержку из-за их масштаба и системной значимости это очередное вынужденное потворство регулятора неэффективным менеджерам и владельцам бизнеса за просчеты которых вынуждено расплачиваться государство конец цитаты полностью материал Владислава Лейбова новогодний подарок читайте в рубрике авторские колонки на портале банкир.ру в январе пройдет совместная онлайн конференция ассоциаций региональных банков России национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов агентство банкир.ру журналов банки банки деловой мир порталов финарти.ру 123kredit.ru tazcenter.ru береги.ру в онлайн конференции примут участие президент ассоциации региональных банков России депутат государственной думы России Анатолий Аксаков руководители компании Максим Маркетс Яков Лившиц президент национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов директор института краткосрочных программ финансового университета при правительстве Российской Федерации Диана Маштакеева и другие задать свои вопросы участникам онлайн конференции розничный банк 2014 как повысить отдачу вы можете на портале банкир.ру подробнее об этих и других темах финансового рынка читайте на сайтах банкир.ру 123кредит.ру асрос.ру сюжеты банкир.тв вы можете увидеть также на сайтах береки.ру 123сервис.ру финарти.ру на сайтах ассоциации региональных банков России национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов компании кредитный и финансовый консультант и других а мы прощаемся с вами и желаем успешной финансовой недели сайтах ассоциации